Всем привет! Сегодня у меня будет небольшой влог, разные фрагменты моих работ, Алининых работ. Алина сейчас дает экзамены в институте, ей дают разные задания, и у нее тоже творческий процесс. В общем, обо всем вам постараюсь рассказать. Еще один такой нюанс. Я сегодня была очень удивлена, когда зашла на канал Юлия Лишенко посмотреть голосование в СП Хэллоуин. Я очень удивилась, что вы за меня тоже голосуете. Мой номер 7. Девочки, почему я удивлена? Потому что, когда я снимала ролик, я говорила, что просто буду участвовать за компанию, на приз не претендую. Но, как оказалось, мой ролик многим девочкам понравился, и я пробежалась по комментариям, и вижу, что за номер 7 тоже голосуют. Но я своих зрителей не просила голосовать, я как-то акцент на этом не делала. Но, девчонки, если вы хотите за меня проголосовать, то я вам оставляю ссылочку на канал Юлия. Очень интересный ролик обо всех участниках. Нужно выбрать два финалиста, то есть, кто, по-вашему, должен выйти в финал, и в комментариях отметить две цифры. В общем, девочки, вы должны выбрать два участника. У Юли как раз длинное видео, там она рассказывает обо всех участниках и показывает все фрагменты. Там написаны номера. Вы должны выбрать два номера и указать в комментариях два номера, чьи ролики вам больше всего понравились. Ну, в общем, если вы поддержите меня, я буду вам благодарна. Ну, а сейчас покажу, что я вышивала на прошлой неделе и чем занималась у меня Алина. Сегодня приступаю к новому процессу. Я уже о нем рассказывала подробно в предыдущих роликах. Когда я была в магазине у Ольги, я увидела вот эти новогодние тканюшки. Нужно было готовиться к выставке, и у меня резко в голове родился план, что я должна вышить. На самом деле, я предлагала как варианты для моих зрителей, для чего можно применить вот эту беломерку. И увидела вот этот наборчик черника, срочно захотела вышить. Тем более, что я еще ни один набор от компании «Сделано с любовью» не вышивала. Называется «Черничный десерт» дизайнера Светлана Прокопец. На самом деле, это не такая уж огромная работа. Схемка глянцевая, мелковата. Толковата, но в принципе наборчик небольшой, поэтому сканировать, увеличивать и ничего исправлять не буду. В общем, вот такая схемка, напечатанная сразу на титульном листе. Это, конечно же, не очень удобно. Но я понимаю, что в целях экономии многие производители это делают. Но уж лучше на простом листочке, не на глянцевом напечатать отдельно. Я думаю, это не так дорого, чем печатать на обратной стороне. Но это, я говорю, свои вкусовые предпочтения, как я люблю вышивать. Поэтому я люблю, чтобы картинка была перед глазами. То есть, когда я вышиваю по схеме, она у меня прикреплена на пяльцах. Но я люблю, чтобы картинка вот так лежала рядом, чтобы на нее смотреть. Потому что бывает, сбиваюсь, а так, когда я на нее смотрю, я не сбиваюсь. Ну, вот из-за этого я люблю на отдельном листе. Это не то, что я капризничаю. Мне просто так удобнее. В комплекте шла Аида 14. Так, иголочка. Ну, в общем, все стандартно. Так, посмотрим, какая иголочка. Иголка достаточно крупная. Обожаю крупные иглы. Даже на равномерках вышиваю. Но я буду эту Аиду заменять. Буду заменять на линду. Вот такой маленький кусочек линды у Оли в магазине. Прям залежался. Специально меня ждал. Ну, то есть, не все берут такие маленькие кусочки. Да, они только на маленькие сюжеты годятся. Вот. И вот, видимо, остаточек был. А мне как раз очень удобно было не отрезать большой кусок. Вот. Прям как раз он мне сюда подойдет. Размер работы 15 на 15 сантиметров. Хочу сделать мешочек. Я пока еще не знаю, для чего нужен этот мешочек. Но хочу серединку сделать вот такую белую. Как паспарту сделать белую с голубыми. Вот такими снежинками. И обратную сторону, вот такую синюю. Вот. В принципе, был бы мешочек. А что туда положить, мы найдем. Ричард, зачем ты мне принес мячик? Кидает мне мячик. Мама, играй. Нет, мама не будет играть. Мама сейчас будет вышивать. Мама не вышивала уже две недели. Купили ребенку вот такой мяч. Теперь покоя нет. Он подбегает и бросает мне этот мяч. Он, кстати, умеет его подкидывать. Он его или ртом, или лапами прям подкидывает. Вот, ребенок хочет играть. А мама хочет вышивать. Так, ну что. Посмотрим дальше, насколько быстро у меня получится вышить. Сейчас времени на вышивку не так много. Большие процессы я отложила. Две недели не вышивала. Надеюсь, у меня получится вышить и оформить хотя бы вот такую маленькую работу. Рядом с моим домом открыли магазин «Иголочка». Там тот же самый ассортимент, что и в «Леонардо». И теперь я часто туда ныряю. Смотрите, что я там купила. Вот такие пяльца. Мне раньше не нравились такие пяльца силиконовые. В них мне неудобно было запяливать аиду. Но когда я начала вышивать на равномерке и запялила туда равномерку, мне очень даже понравилось. Натяжка не барабанная. Очень удобно вышивать в два прокола. Вот так что купила вот такие пяльца. Одни овальные. Одни овальные пяльца у меня уже есть. Они, кстати, очень удобные. Я вот так их держу. А вот сюда креплю на магнитик. На магнитик креплю схемку. Очень красивые магнитики мне пришли с Алиэкспресс. Надо собраться, снять видео такое вам. И еще вот такие вот круглые пяльца. Они чуть помягче. Знаете, что интересно? Вот эти пяльца дешевые стоят, по-моему, 67, ну, что-то около 70 рублей. А вот эти пяльца, вот такие овальные, стоят 80 рублей. А такие же круглые уже 160. Хотя вроде как одинаковая вот эта вот резинка. Я не знаю точно резинка или силикон, что это. Ну, для меня не так важно, что это, какой здесь состав. Здесь так мелко написано, что я даже и в очках не разгляжу. Да и вряд ли здесь написан состав точный. Хотя, зачем он нам? Вот, в общем, вот эти вот немножечко пожестче. Вот эта вот резина жестче. А вот эта вот резина, она вроде как немножечко помягче. Хотя, может, может и нет. Ну, ладно, неважно. В общем, эти круглые пяльца, эти овальные. А вот какие куда будут удобнее. А вот здесь больше площади. Вот здесь больше площади. Все зависит от размера вышивки. Вот здесь меньше площади. Вот. Но вот очень удобно мне вот сюда крепить схемку. Так что сейчас на каких-то из этих пялец я буду вышивать пироженку. А скорее всего, вот на этих овальных. Вот так прикреплю схемку. Вот так прикреплю схемку. И буду вышивать. Смотрите, я буду вышивать вот эту работу без разметки. То есть я беру иголочку, вот пометила серединку, запялила. И сейчас магнитиком прикреплю схемку и приступлю. Вышивать буду из середины. До сих пор задают вопрос, как вышивать без разметки. Я часто об этом рассказывала, но сейчас еще раз повторю. То есть складываете в четверо тканюшку, помечаете серединку. Можно вот так вколоть иголочку. Ну, не важно, как вы пометите. Или маркером вы пометите, или иголочкой. Я вот так это сделала иголочкой. Для новогоднего настроения у меня вот такой магнитик. Люблю я разные магнитики. Ну что, приступаю к работе. Огромное спасибо Марине, которая подарила мне рулон вот таких икеевских зип-пакетиков. Они огромные, и в них умещается весь процесс вместе с пяльцами, со схемами. Девочке это очень-очень удобно. Я как-то на них не обращала внимания, но вот Марина мне прислала. Если кому-то нужна такая идея, где хранить свои процессы, вот такие есть красивые зип-пакетики. Они плотные, они не тоненькие. Очень-очень удобно. Даже для огромных процессов они подходят, потому что они там разного размера. Кстати, я никогда не была в Икее. Давным-давно была, но у нас в городе есть Икея, но как-то я не думала, что туда можно ехать за пакетиками. Хочу показать вам работы Алины. Эти работы Алина делала в институт, то есть ей давали задания. Ну, всем, наверное, да, Алине давали задания? То есть вот эта картина, она сделана из пластилина. Пластилинография. Посмотрите, сначала делается фон. В общем, это кусочки пластилина цветного. Вот так наклеиваются, и в итоге получается вот такая работа. Это задание. Вот, и еще вот такое задание. Посмотрите, какая картина. Эта картина сделана для меня в необычной технике. То есть эта картина написана ватными палочками. Алин, расскажи подробнее, что это за краски? Это гуашь. Гуашь? Нарисована ватными палочками. Нетрадиционная техника. Нетрадиционная техника. Видите, гуашь. Берутся ватные палочки. И вот так вот ватными палочками ставятся вот такие точечки. Алина, а вас этому учили? То есть это у вас был урок такой? Нет. А каким образом? Что было у тебя за задание? Нарисовать рисунок нетрадиционной техникой. А, то есть вам не обозначили, в какой именно технике должны быть рисунки? Хоть руками, хоть капельками. А, вот что. То есть нужно было сделать рисунки в необычной, нетрадиционной технике. И Алина сама выбрала эту технику. Видите, вот это вот гуашью ватными палочками. Это пластилин. Алин, а вот это вот что за работа? Это как ты рисовала чем? Это сангины. Сангины? Да, но она как углем рисуется. Углем? А ты откуда-то срисовывала или просто сама рисовала? Морду кошки открыла, срисовывала. Ну, в общем, вот это видите. Это тоже, да, к этому же заданию имеет отношение? Да. Вот, ну, в общем, вот так. Вот такое задание еще Алине дали в институте. Сделать книгу. Потешки, стихи. Стихи Алина брала в интернете. Весь этот дизайн сама придумала. Курочка-пеструшка. По двору ходит, цыплят выводит. Хохлаток раздувает. Милых деток потешает. Вот такая курочка. Курочка, курочка. Оп. Тут цыпленочек. Тут цыпленочек. Солнышки. Так, дальше. Среди яблок, среди груш обнаружен странный уш. Посмотрели. Так и сяк. Это ж яблочный червяк. Оп. Червяк вылез из яблочка. Это из фетра. Так, дальше. Найди и посчитай. Здесь нужно посчитать клубнички. Ну, вот здесь стихи. Раз клубничка. Два клубничка. Я нашла три. А оказывается, здесь четыре. Четыре клубнички. Так. Бегемот. Свой большой полощет рот. И ты тоже не ленись. И за щеточку возьмись. Берем щеточку. И чистим зубки бегемотику. Чика-чика-чика. Раз-раз. Так, дальше. Так. Найди. Жук. Да, я знаю правильный ответ. Я долго искала. Алина показала. Этого не может быть, чтобы цветок жужжал. Подойдя к нему поближе, тут же перестал. Вот такая игрушка. Алина, Василисе такую тоже нужно сделать. Тебе задание еще сделать такую же книжечку Василисе. Нет больше материала. Мама накупила фетра разного. Еще закажем. Так. И красивые так на небе распустились чудесные цветы. То бабочки вспорхнули невиданной красы. Ой, прибежал, прибежал с улицы лось. Так. Помаши крыльями. А бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк. А за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг. Так, Алина молодец. Мама тебе ставит пять. Надеюсь, преподаватель тебе тоже поставит пятерку. Я пришла с Василисой посидеть. И мы сейчас будем вышивать. Василисе очень нравятся мои бусинки. И мультики включим. Да, мы сейчас включим мультики. Будем вышивать. Вот мои нити-вдеватели. Очень нравятся Василисе. Как баба делает? Ну-ка, чик-чик. Вот так баба берет иголочку. Как мы с тобой будем ниточку вставлять? Туда. Туда. Та-да, вот так, да. Вот сюда, да? Вот так, раз. Чик-чик. Все, вставили. На, держи. Теперь баба будет вышивать. Смотри, как баба вышивает. Смотри, куда надо крестики делать. Смотри. Вот, видишь? Давай. Вот это будем надевать, да? Раз. Раз, ниточку. Чик-чик. А сюда? Давай. Ну-ка, надо прицепить нам. Сейчас прицепим. Смотри, где иголочка. Какая у бабы иголочка? Вот. Смотри, как будем крестики делать. Раз. Аф. Да. Раз. Раз. Два. Видишь, баба делает. Вот так учимся вышивать. А, давай. Что мы с тобой? Оторвали? Оторвали. Все. Новую надо делать, да? У бабы старые уже бусинки. Надо сделать новые. Ну вот у нас такие. Сейчас. Раз, раз, раз. Давай. Мы сейчас привяжем. Сейчас привяжем наши бусинки. Да. Да. Алло, алло. Вон твоя алло, алло. Разговаривать будем по телефону. Кому звонишь? Папе, маме, кому звонишь? Кому ты позвонила? Алло, алло. Где твой телефон? Ну-ка. Вот твой телефон. На. Алло, алло. Будем звонить. Будем звонить. Вот так сидим, вышиваем. Она немножечко устала уже. Я ей показывала, как крестики вышивать. Ей было очень интересно. Да? Она очень любит бисер. Но я при ней бисером не вышиваю, чтобы не рассыпать. А крестиком вот учу уже ее вышивать. Да, моя зайчка? Ты тоже рукодельница у нас, да? Да. Тебе нравится вышивка? Алло. Алло, алло. Алло, вот алло, алло. Так что вот так, девчонки. Видите, как мы вышиваем? А это... Да. А ты с кем будем разговаривать по телефону? С кем разговариваешь? А? С бабой? С кем разговариваешь? Да. Да. Вот так сидим, вышиваем. Ну-ка. Чик-чик. Чик-чик, баба, вот так, да? Ниточку в иголочку. Давай. Чик-чик. А потом ножничками отрезай. Давай. Так, да, сделать? Чик-чик. Вот, а потом будем отрезать ниточку. Да. А это схема. Держи. Да, бабина схема. Вот что мы вышиваем. Готовимся к выставке. Скоро выставка, и нужно бабе вышить две... Да, две картины нужно вышить на новогоднюю тематику. Тетя. Тетя там? Там тетя? Кто там? Нету. Не видим никого. Никаких тетей там нет. С кем баба разговаривает? Не знаю, с кем. Папа. А, папа так снимает. Папа у нас снимает на камеру, да? Папа же у нас видеограф. Да. Он снимает, как машины ездят, да? И потом вот там монтирует в телевизоре, да? И баба снимает, видишь? Баба снимает, а там тети будут смотреть, как мы с тобой вышиваем. Тетя. Тетя там будет смотреть. Вот там в камере, вот здесь тетя, по машин скажи. Тетя, привет. Воздушный поцелуй. Вот там будут смотреть потом тебя. Да, тети, которые вышивают. Вот так. Тети, тети, тети. Мы вам воздушный поцелуй посылаем. Скажи, тетя, привет вам. Скажи, тетя, привет. Скажи, тетя. Тетя. Тетя, скажи, привет. Ну, тогда пока-пока, помаши. Скажи, пока. Всем пока. Тетя Оля сделала какой чехольчик красивый, да? Посмотри, какой тетя Оля сделала красивый чехольчик. Бусинки туда положим. Да, вот туда сейчас мы положим. Ой, как красиво. Как Василиса любит бусики. Красивые у бабы бусики. Тебе нравится? Да? Игрушечки баба будет вышивать. Куколки, да? Нужно тебе куколки вышить. Будем играть? Да. Будем одевать их. Да, сейчас новые наборы вышли. Там куколки. Нужно их одевать. Будем вышивать с тобой куколки? Да. Да? Будем куколки с тобой вышивать? Да. Да? Как папа. Как папа снимаем, да? Как папа. Да, папа. Папа снимает, и мы будем снимать видео. Да? Да? Тсс. Тсс. Туда пойдем. Все? Устали вышивать? Да. Да? Пойдем поиграем теперь, да? Идем поиграем. Ну и сейчас я покажу, что у меня получилось. Мне чуть-чуть осталось до финиша. Вот, видите, поскольку время на вышивку у меня сейчас катастрофически мало, это буквально где-то я в перерывах между... Даже не как... Я даже не знаю, как сказать, между чем я вышиваю. Ну, то есть я вообще не уделяю сейчас время вышивке. То есть, если я готовлю, там пару крестиков сделала, пока с внучкой сижу, пару крестиков сделала. Ну, это буквально урывками вышиваю, и вот, видите, уже приближаюсь к финишу. Я хочу вышить две работы до 30 ноября. Я не знаю, как у меня получится. Мало того, вышить мне еще нужно оформить. Девчонки, в Оренбурге будет проходить рукодельная выставка, посвященная новогодней тематике. Зима, Новый год. У меня планируется два мешочка. Это мешочки для новогодних подарков. Ну, как вариант оформления прикладной вышивки. Это моя задумка, которую я хочу осуществить до 1 декабря. Поэтому сейчас буду вышивать вплотную. Надеюсь, мое здоровье мне позволит вышивать. Потому что я не только буду принимать участие в выставке. У нас планируется на нашем местном телевидении репортаж с людьми, которые будут принимать участие в выставке. И меня пригласили туда. Там будет Оля, я, ну и еще будет третья девочка. Я надеюсь, все получится. Я надеюсь, здоровье меня не подведет. Вот я к этой мечте шла 4 года. Когда-то 4 года назад я говорила, что хорошо бы, если бы на нашем местном телевидении почаще освещали бы какие-то рукодельные мероприятия. Но то, что мы организовываем, журналисты на это внимания не обращают. Но как раз в этом году журналисты обратили внимание, что у нас клуб. Нас почти 40 человек, оренбургских рукодельниц. И об этом хотят сделать небольшой репортаж на нашем местном телевидении. Я надеюсь, у меня все получится, девчонки. Я очень сильно волнуюсь. Я вам уже не раз говорила, что у меня в жизни такие классные, приятные события. И у меня очень много событий, о которых я расскажу на канале Жили-были. Вот, поэтому, девчонки, комментарии я сейчас к видео отключаю на всех каналах, потому что отвечать на них просто нет времени. Мне ни в коем случае сейчас нельзя ни на что отвлекаться. Мне нужно вышить к выставке вот эти две работы. Но об остальных моих делах тоже очень-очень важных вы узнаете попозже. Конечно же, я потом и открою комментарии, и буду чаще проводить эфиры. Но сейчас у меня очень важные цели в жизни, вот, к которым я хочу прийти к Новому году и рассказать вам в этом году. Я думаю, итоги года у меня будут классные. Я очень на это надеюсь. Надеюсь, я не спугну удачу. Вот, ну, в общем, не обижайтесь. Комментарии пока закрыты. Очень много в последнее время негативных комментариев. Даже на самые смешные, на самые позитивные ролики. Ну, вы видите сами, что вам об этом рассказывать. И просто у меня нет времени это читать, блокировать, сортировать. Ну, в общем, зрители, которые меня любят, они меня поймут. Сейчас максимум моего внимания должно быть к выставке, внучки. И еще у нас в жизни есть одно очень-очень важное семейное дело. Вот, поэтому, девчонки, большое спасибо вам за лайки. Большущее вам спасибо за голосование. Я, честно скажу, не ожидала, что вы будете голосовать за мой ролик. Цель я такую не ставила. Но сегодня была приятно удивлена, когда прочитала комментарии под видео Юлии Лишенко. Девчонки, не обижайтесь, пожалуйста, что я закрываю сейчас комментарии. Мне просто нужно максимально собраться, сосредоточиться и приложить все силы для того, чтобы выставка прошла прекрасно и для того, чтобы еще осуществилась очень важная цель, которую мы поставили в нашей семье. Я не могу отвлекаться нисколечко абсолютно на интернет, на комментарии, даже на личную почту, потому что катастрофически мало времени. И если я сейчас не рассчитаю свое время вот просто по минутам, то у меня ничего не получится. Надеюсь на ваше понимание. Спасибо вам большое за голосование, за ваши лайки, за то, что вы подписываетесь на канал. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok